Приветствую вас! И первый вопрос, который я хотел бы задать вам в ответ на ваш запрос, будет такой. Зачем завоевывать в сердце парня и обращать на себя его внимание, если он вам безразличен? Для чего вы это делаете? Понимаете, любовь это всегда ориентация на другого человека. Это не ориентация на себя, это не ориентация на того человека, от которого исходит. Это не ориентация на вас, это ориентация на него. Вы же говорите, что вы хотите обратить на себя его внимание, значит, дело здесь именно в том, что вы хотите это сделать для себя. Вопрос, зачем для себя? Для чего? Что вам нужно? Какая у вас потребность? Чтобы что? А вот эту потребность первоначально нужно найти и правильно удовлетворить. Тогда подобные вопросы вы ставить не будете. Далее. Если мы сказали это, как психолог я был обязан это сказать, а если мы поговорим теперь о том, что конкретно нужно делать, то я скажу вам так. Так. Нужно, чтобы мужчина чувствовал себя с вами именно мужчиной, чтобы он ощущал себя с вами мужчиной. Для этого нужно понять, что ему нравится, для этого нужно понять, чего он хочет. Для этого нужно знать, что ему нужно. Для этого нужно определить, какое поведение, его поведение, доставляет ему больше всего удовольствие в ответ на, какое поведение со стороны женщины. Вот это все является принципиальным для обращения на вас его внимания. Далее. Далее. Хочу сказать вам следующее. У мужчины, ну у любого мужчины и у вашего в том числе, есть довольно четкое представление о том, какая женщина ему нужна. То есть, с какой женщиной он будет чувствовать себя лучше всего. Ну, например. С какой женщиной он будет чувствовать себя наиболее ярко выраженным мужчиной. И, соответственно, если мы об этом говорим, то вам нужно понять, какая женщина ему нужна рядом. И для себя вам определить, можете ли вы быть ею или нет. Можете ли вы быть ею без вреда, без ущерба себе. Если можете, то совершенно спокойно берите для себя этот образ, начинайте этому образу следовать, и все у вас будет в порядке, молодой человек будет с вами. Вот потому что вы будете для него той, кто ему нужен. Если вы все-таки, например, чувствуете, что вам вредит вхождение в образ, ну, данный образ, то тогда, конечно же, лучше с ним, с этим мужчиной, я имею в виду, не встречаться, не быть. И почему? Опять же, возникает вопрос, почему? Почему не нужно с ним быть? Ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если вы будете вредить себе, вы будете жертвовать собой. Если вы будете жертвовать собой, вы будете ожидать компенсации, вы будете ожидать купирования того, что вы делаете. А если вы будете ожидать купирования, то возникнут ожидания, эти ожидания будут вам мешать, и они волей-неволей обязательно приведут к разочарованию, потому что, потому что, никто, никто, в том числе и ваш мужчина, не способен понять, какую, например, вы жертву приносите, когда пытаетесь быть с ним, той, кто ему нужен, но при этом нанося вред себе. И вам нужно самой, опять же, определиться со своими целями, со своей ориентацией, ориентацией, ценностной ориентацией и вообще смысл. Для чего вы это делаете? Делаете вы это, чтобы что? Я думаю, что именно так можно ответить вам на вопрос. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, буду рад помочь вам. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!